Приветствую вас. Прежде всего мне бы хотелось сказать, что в вашем тексте чувствуется какая-то выдержка из определенных мыслей. То есть такое впечатление, что вы ряд своих идей, ряд своих мыслей просто взяли и перенесли вот в этот текст, изложили всего и в конце просто написали, что просите помощи. Настолько потеряно, не структурировано, хаотично смешано и бесцельно изложен ваш текст. Пожалуй, начать следует с того, что нет запроса к психологу, к специалисту. То есть, да, вы спрашиваете, как удовлетворить свои фантазии, не нарушив качественную дружбу с человеком. Но это не совсем тот вопрос. Это вопрос, скорее, сподвох. Понимаете? То есть, вы искали ответ на этот вопрос, я уверен, не находили и не найдя, пришли к нам, к психологам, для того, чтобы у нас получить ответ на интересующий вас вопрос. Но, к сожалению, то, что вижу я, это то, что вопрос ваш поставлен некорректно. И, если честно, в нем есть противоречие. Вы посмотрите. Вы пишете первой строчкой, как мне удовлетворить свои фантазии, что, в общем-то, нуждается в расшифровке, что значит удовлетворить, что значит фантазии. Второе. Вы пишете, должна же быть цепочка, значит так, должна же быть цепочка решения проблем, которая устранит мои желания. То есть, вы хотите подавить свои желания. И это противоречие. Потому что вы хотите свои фантазии удовлетворить, не нарушая качественной дружбы. Или вы хотите свои желания устранить. Одно исключает другое. Надеюсь, вы это понимаете. Здесь нужно обязательно заметить, что постановка вопроса устранения желаний подразумевает подавление их. Подразумевает признание этих желаний неправомерными, не имеющими права на существование и так далее. Ну, в принципе, что обусловливает ваш стыд, обусловливает ваш стыд, который вы пишете там. И это не работает. То есть цепочка безусловно есть. Над чем работать, тоже безусловно есть. Ну, хотя бы над снятием противоречий. Да? Но целью какой бы то ни было работы ни в коем случае не является устранение желаний. Целью работы является скорее раскрытие, принятие ваших желаний, какими бы они ни были. Понимаете? И вот здесь есть очень тонкий момент. Есть очень тонкий момент. Мой коллега Сергей Ельченко, в принципе, очень хорошо вам ответил на вопрос. Ну, не знаю, может потом ответят вам еще другие коллеги, но на момент записи на его ответ у вас было только три комментарии. И наиболее качественный из них, на мой взгляд, это ответ Сергея Ельченко. Так вот, в своем ответе Сергей Ельченко говорит, что половая идентификация происходит два раза в жизни человека, в детстве и в подростковом возрасте. И если она не происходит в норме нормально, то половая идентификация как бы сохраняется на уровне детскости или на уровне подростковости. То есть, когда закрепляется увеличение к человеку одного пола. Вот. И это очень деликатный момент, потому что мой коллега употребляет слово норма. И, на мой взгляд, это очень проблемно. Это очень осторожная фраза, потому что слово специалиста, оно очень взвешено должно быть. Да? И если вам близка позиция моего коллеги, что тот факт, что вас влечет к своей подруге, да? И вообще, наверное, к людям вашего пола. Вот. Что дальше? К девочкам. Если вы этот факт считаете неестественным, то вам, наверное, стоит работать именно с ним. То есть, надо работать в этом ключе. В ключе чистого психоанализа и искать те самые проблемы в семье, которые, собственно, стали причиной, по мнению коллеги, того, что вы испытываете влечение к своей подруге, ну, к девочке. Но, если вы всё-таки сомневаетесь в этом, в том, что это так, то, на мой взгляд, на мой взгляд, проблемы в семье у вас, безусловно, есть. Проблемы в семье у вас, безусловно, были. Но. Связаны они не с вашим, так сказать, сексуальным аспектом. Не с вашей половой ориентацией. Ага. Связаны они больше с личностными особенностями, с личностными качествами. Например, чувство вины, то есть, долгие словами. Чувство стыда, то есть, непринятие себя, непринятие своей личности, своих качеств. Отсутствие самодостаточности, то есть, ощущение своей неполноценности и потребность наделить теми качествами, которых у вас нет, другого человека. В частности, то, как вы сделали своей подругой, то есть, вы свою подругу считаете идеальной. И вы надели ее теми качествами, которых у нее нет. Это свойственно для влюбленности, но ни в коем случае не свойственно для любви. Для любви. Это свойственно для аттракции, но ни в коем случае не свойственно для глубокого чувства. Это свойственно для зависимости, тут вы правы, но ни в коем случае не свойственно здоровому, так сказать, отношению. Здоровому отношению, именно в смысле, в смысле восприятия себя как равного, да, как равного партнера другого человека. Ну, или возможного партнера другого человека. И здесь ваша склонность к идеализации, да, к тому, чтобы вот вы называете свою подругу идеальной, это, опять же, следствие проблем в семье. И вот в этом плане я со своим коллегой согласен, Сергей Мельченко, что проблемы в семье действительно есть, но затрагивать вопрос половой ориентации без решения личностных проблем, без решения таких более глобальных, более серьезных проблем, на мой взгляд, неправильно. То есть, сперва решаются проблемы личностного характера, сперва решаются проблемы, уменьшающие вам быть здоровой личностью, то есть свободной личностью, то есть личностью, которая способна совершить выбор. А уже потом, после этого можно говорить об, значит, половой ориентации и в том, насколько истинно то или иное влечение. Да, то есть вы говорите, что хотите любви нормальной мужской, но мужская любовь ни в коем случае не является нормальной, даже как и женская любовь не является нормальной. Ну вот, куда важнее, что вы хотите любви. То есть вы хотите любви, вы хотите быть любимой, это куда важнее. Это означает, что вы себя не любите, это означает, что вы считаете себя хуже. Означает, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. От этой естественной зависимости. Продолжая тему выбора, как одной из основных характеристик личности, мне бы хотелось ответить на ваш первый вопрос, который вы задаете в конце своего текста. Это вопрос, связанный с тем, как удовлетворить свои фантазии, не забронув качественную дружбу, которая, ну, есть между вами и подругой. И здесь я хочу сказать следующее, что нельзя сидеть на двух стульях и нельзя не сделав выбора, по сути, сделать сразу несколько, поэтому, поэтому вам нужно принять решение. Либо вы отдаляетесь от своей подруги и перестаёте с ней дружить, признавшись себе и ей в том, что вы не готовы воспринимать её как друга. И, ну, вы скажете ей прямо, что я тебя люблю, например, у меня есть к тебе влечение, я не могу, соответственно, с тобой нормально общаться, ну, как друзья, просто не могу, отдыхать хотела бы, но не могу, поэтому, против, какое-то время мы общаться не будем. Это будет честно, это будет вашим выбором. Либо вы принимаете решение быть только её подругой, и в таком случае свои желания, свои, может быть, сексуальные фантазии, да, направляете на другого человека, на другую девушку или работаете с, собственно, с тем, о чём я говорил. Ещё раз, нельзя работать с вопросами ориентации и половой идентификации не проработав, а более общие глобальные проблемы, такие как чувство вины, стыд, отсутствие самодостаточности и невозможно сделать выбор. Нельзя. Это неправильно. Потому что появляется сексуальность, появляется у человека, конечно, гораздо раньше, чем активно начинает работать сознание, но осознаётся сексуальность, гораздо позже. И если следует под подобным ключу, то работать нужно от общего к частному. Кстати, в этом же моменте кроется и косвенный, на мой взгляд, ответный вопрос. Что первичное? Ориентация или отношение к ней? Вот. Ну, опять же, точек зрения на эти вещи довольно много, и нужно здесь с вами всё-таки общаться, чтобы понять, какую точку зрения склоняетесь вы. Потому что, ещё раз повторю, я мнение своего коллеги относительно нормы, не разъясняю вообще, слово нормы не употребляю. Исключение только вот именно наличие или отсутствие вреда. То есть, не норма того, что несёт вред вам или другому человеку. Вот. А теперь, значит, давайте пройдёмся по вашему тексту. Вы пишите «Проблемы с самоопределением». Ну, здесь, в принципе, нужно обязательно дополнить самоопределение в чём. Вот. Если будет интересно, посмотрите, у меня в профиле, значит, должен быть ответ на вопрос «У меня нет картины будущего». И, по-моему, там ещё цели, что-то такое. Посмотрите, ответ на этот вопрос, послушайте его, это в чем-то перекликается с вашим вопросом, с вашей проблемой. Вот. То есть, самоопределение в чём? Можно было бы сказать в контексте вашего текста, что с ориентацией, но ориентацию вы употребляете отдельно. Значит, дело не в ней. Да? Ориентация, пишите вы. Ну, про неё уже сказал. Ориентация – это как бы не в первый и не во второй уровень важности не входит. Дальше. Чувства. Чувства. Ну, с чувствами. С чувствами. Работать нужно очень деликатно, очень аккуратно. Если у вас проблемы с чувствами, то опять же, какие именно проблемы с чувствами? То есть вы что-то чувствуете и вы не знаете, что чувствуете? Вы чувствуете что-то, но вы не знаете, как это выразить. Вы чувствуете что-то, знаете, как это выразить, но не можете, потому что считаете это неправильным. То есть исходя из этих моментов, тут тоже нужно разбираться, какие именно проблемы с чувствами, в зависимости от того, какие именно, нужно будет двигаться дальше. То есть это довольно общая такая этимология. Проблемы с любовью. Опять же, не совсем понятно, что значит проблемы с любовью. Вообще, любовь, если она настоящая, если она истинная, если она чистая, это самое простое чувство. Я люблю, я хочу, чтобы человек был счастлив, мне всё равно, что для этого нужно сделать, я просто соберу это и делаю, всё. Проблем больше никаких нет, абсолютно. А если у вас проблемы с любовью, то, скорее всего, речь идёт о любви в нечистом виде. То есть в виде, когда к любви примечиваются ещё какие-то другие чувства. Чувство, чувство значимости, то есть ваши собственные желания. Любовь, это когда вы хотите чего-то для человека, это чистая любовь. А когда вы чего-то хотите для себя, это уже любовь, это уже любовь не совсем чистая. Вот это любовь уже с примесями ваших желаний. Дальше. Стыд. Стыдом. Опять же, не совсем понятно, какие проблемы вы испытываетесь со стыдом, но по общему правилу, это непринятие себя. Принятие себя идёт из ваших установок, так называемых интроэктов, которые вы приняли, опять здесь согласен со своим коллегой, приняли в детстве, но приняли целиком и полностью без какой-либо фильтрации. То есть фильтрации нет, фильтрации не было. Дальше. Идём. Испытываю чувства, похожие на чувства вины из-за невозможности быть с любимым человеком. Ну, я бы сказал, что, я бы сказал, что здесь наручена логическая цепочка на самом деле. То есть вы пишите, испытываю чувства, похожие на вину из-за невозможности быть с любимым человеком. То есть получается, что вы обвиняете себя в том, что вы не можете быть с любимым человеком. В чём конкретно вы себя обвиняете? В чём конкретно вы себя вините? И можно ли винить себя за то, что вы не можете быть с любимым человеком? Ведь если человек любимый, любимый вами, то это не обязательно, что вы должны быть с ним. Очень может быть, что этот человек с вами быть не хочет. И винить себя за это, мягко говоря, странно. Может быть, это какая-то установка, может быть, это какой-то синкрет. Но с этим чувством вины нужно поработать более подробно, поисследовать его. Дальше. Вообще из-за этого желание быть с кем-то с сильной зависимостью и отсутствием самоностаточности. То есть вы хотите быть с кем-то. Вот видите, да, как вы уже от частного переходите к общинному. То есть вам важно быть не столько именно с подругой, сколько просто с кем-то. А, значит, из-за этого вы испытываете чувство вины из-за того, что вы хотите быть с кем-то. То есть вы обвиняете себя в том, что вы хотите быть с кем-либо. И почему же вы себя в этом обвиняете? Что в этом плохого? Понимаете? Обвиняя себя в чем-либо, вы чувствуете некую стабильность, некую определенность. И подсознательно вы будете стремиться к этому снова и снова, если будете обвинять себя дальше. Кроме того, каждый из нас хочет быть с кем-то. Это нормально. Вопрос в том, как он эту энергию, это желание реализует. Вот представьте себе чисто гипотетически человека. Ну, например, вашу подругу хотя бы. Вот просто для примера возьмем даже вашу подругу. Если бы ваша подруга согласилась бы с вами на отношения, то кого бы она получила в лице вас? Человек, который не любит себя, не уважает себя, ставит себя ниже, обвиняет, презирает себя, стыдится и так далее. Вот вы подумайте, любимый человек, которого вы, по идее, хотите сделать счастливым, достоин того, чтобы у него был такой человек? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, если вы любите. А это значит, что прежде чем вступать в отношения с кем-то, нужно сперва, ну вот, собственно, поработать над собой, чтобы иметь возможность не просто делать человека счастливым, а чтобы он видел, что рядом с ним тот, кто любит себя, тот, кто уважает себя, понимаете? Чтобы тем самым этот человек, чтобы вы не растворялись в нем, то есть, например, подруга, и подруга не видела вас в себя. Ну, это я просто для примера говорю. Поэтому обвинять, вот видите, так проявляются интроекты. А интроект, это то, в чем всегда есть зерно истины. То есть, я вам сказал, да, что вы не можете, вот в том состоянии, в каком вы находитесь, быть с кем-то. Потому что человеку, который будет с вами, придется вас либо нанчить, то есть быть для вас родителем, и, по сути дела, вы не будете представлять ценности как личность, либо дотягивать до своего уровня, на что способен тоже далеко не каждый человек. Вот. Поэтому интроект труден, труден в понимании именно благодаря тому, что в нем есть истина. Истина в том, что вы действительно не можете сейчас быть в отношениях. Но, также, ложь заключается в том, что плохо вообще хотеть быть в отношениях. Это неправда, хотеть быть в отношениях с кем-то, хотеть любить, это нормально. Но, но желание любить, оно должно быть здоровым. Оно должно быть здоровым. Оно должно быть направлено на другого человека, и добиваясь, достигая определенной зрелости, духовной, личностной, своей, собственной, человек испытывает здоровую потребность в том, чтобы для кого-то что-то сделать. Понимаете? Вы же не сделали ничего для себя, и вы уже ориентируетесь на другого человека. То есть, по сути, вы перескакиваете с базовых потребностей по маслу. Кстати, вот пирамиду потребностей масла вы тоже можете посмотреть в интернете, чтобы я сейчас-сейчас не тратил на это время ни своего, ни вашего. Дальше. Сильная зависимость в чем? Отсутствие самодостаточности. Отсутствие самодостаточности? Ну, это вообще, как правило, не ваша вина. То есть, за самодостаточность отвечают близкие, отвечают родители. Так же, как и, в принципе, за зависимость. То есть, за отсутствие зависимости, за полноту и целостность человека отвечают близкие. И если ваши близкие не смогли вас эти качества развить, то на них лечить ответственность за это. Вы винить себя за то, что у вас это все есть. Ну, можете. Но это просто, кстати, то же самое, как винить себя за, не знаю, за то, что идет дождь. То есть, от вас это совершенно не зависит. Ну да, при желании можно сказать, что вы в этом виноваты. Собственно, вот. То есть, тут нужно не обвинять себя, а делать что-то с этим. А вот тонкость всей истории вашей в том, что вы находитесь в позиции жертвы. Об этом подробнее можно почитать, изучая треугольник Карпмана. Посмотрите, тоже изучите и будете лучше иметь представление. Так вот, позиция жертвы это полная безответственность. То есть, я обвиняю себя, я презираю себя. Ну, за то, что вам нет самодостаточности, за то, что я беспомощна, за то, что я зависима, за то, что я там, что вы еще сказали, хочу быть сектором и так далее. А что дальше? Ну вот вы себя обвиняете и что? То есть, вы себя вроде бы обвинили, вроде бы вы сказали себе что-то неправильно, отругали себя, но дело, чтобы что-то изменить, ничего не начало. В этом и заключается выгода. Выгода от позиции жертвы. Я вроде бы себя винил, но при этом ничего не делаю. Лучше винить себя, перестать и начать что-то делать. Ну, логично, что та энергия, которую вы тратите на обвинения, могла быть использована для того, чтобы что-то делать. Но, пока вы тратите энергию на обвинения, а точнее, пока вы воспроизводите все обвинительные речи кому-то из ваших, ну, близких или значимых фигур, да, делать вы ничего не будете. По закону сохранения энергии. Так, беспомощность тем, так, смотрите, это вы все пишете. Испытываю чувство, чувство, похожее на чувство вины из-за невозможности. И далее вы пишете, и далее вы подробно описываете, из-за чего вы испытываете вину. Такая подробность говорит о том, что вам это нравится, что вы хотите этого. Потому что, ну, хотя бы на написание всего этого ушли ваши силы. Так, беспомощность в решении, в решении ситуации. И вам это число беспомощности нравится, потому что в глубине души вы не верите в то, что это способно решить. Дальше, презрение к себе. Так, ну, такие длинные приглашения, они теряют уже свою связь логическую, да, логическую цепочку. Презрение к себе за влюбленность. Так, похоже на чувство вины из-за беспомощности и из-за презрения к себе за влюбленность. То есть вы испытываете чувство вины за то, что презираете себя за влюбленность. Давайте ещё раз. Я презираю себя за то, что я люблю человека и поэтому себя вину. Так получается. Значит, какое-то из этих чувств, либо вина, либо презрение является ложным. Какая-то мысль из этой, из этих является ложным. Дальше. Влюбленность. Страх потерять отношения, опять же, испытывать чувство, похожее на чувство. Да? Страх. 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 Страх потерять отношения, не отношения, а то, что они вам дают эти отношения, нужно определить, что они вам дают. Неудовлетворённость и стыд сексуальных силам. Так, опять же, не совсем, не совсем понятно. Смысл, ну, скорее всего, вы испытываете неудовлетворённость. Хорошо. Ну, вообще договорение о неудовлетворённости это нормально, если вы свои сексуальные желания не принимаете. Вот. А почему вы их не принимаете? Потому что есть запрет. А кто установил запрет? Правильно. Кто-то. И вы решили, что этот запрет правильный. Только вот всё, всё ваше естество говорит, что эти запреты неправильны. Уникает вопрос, а если запреты или норма не удовлетворяют разнообразию человеческих желаний, в том числе и сексуальных, если эти желания никому не вредят, то, может быть, это нормы являются стереотипами? Как вы думаете? Но, в любом случае, источник СТРА за свои сексуальные желания нужно так же искать. Дальше. Кажется всё время, что я чем-то обидел и мне нужно попросить прощения, но за что? Я так понимаю, что речь идёт о этом человеке. О подруге. Ну, кажется, что вы чем-то обидели по двум причинам. Во-первых, обесценивание себя, то есть вы считаете, что вы плохая, что вы чем-то обидели. Во-вторых, это, как ни парадоксально, неуважение к человеку. Вот вы только вдумайтесь, вы идеализируете свою подругу, но вы считаете, что вы можете её чем-то обидеть. То есть вы считаете её настолько слабой, настолько неуверенной в себе, что вы думаете, что можете её обидеть. Опять же, почему? Потому что человек думает как? Если я кого-то люблю, значит, этот человек мне близок. Близок не в смысле социального и не в смысле духовного. А просто человек мне родственник с чем-то. Я полюбил, потому что он мне родственник. Он на меня похож с чем-то. На самом деле это не так. То есть вот тут нужно подумать, да? Если вы считаете, что вы можете человека обидеть, то какого мнения вы вообще о человеке? Ну и о себе, конечно, тоже. Далее. То, что вам кажется, что вы можете обидеть человека, обусловлено ещё и тем, что вы боитесь его потерять. Ну не его, опять же, а тот, что он вам даёт. Это действительно зависимость. Дальше. Хочется постоянно звонить, писать человеку, чтобы была хоть какая-то обратная связь. Это уже значимо. Это уже значимо. Когда вы пишите, когда вы звоните, когда вы получаете обратную связь, вы чувствуете себя значимым. Но проблема в том, что чувствуете себя значимым, и вы только с ним. То есть вы что-то вкладываете, какое-то значение вы вкладываете именно в этого человека, и от него зависит ваша значимость. А сами для своей значимости вы ничего не делаете. Эээ, так. Значит, хочу постоянно быть человеком, придираю себя за это. Хочу постоянно быть человеком, чтобы что? Чтобы что? Чтобы удовлетворить свои базовые потребности. А придираю себя за это почему? Потому что запрещаю себе это. Ведь запрещали мне это, скорее всего, в детстве, чтобы я была более удобным человеком. Я себе это запрещал, я это нормально не реализовывал, но желания всё равно были. И когда я встретила более-менее подходящего человека, я просто взяла и выпустила все свои желания на него. Они ведь никуда не делятся от того, что я себе их запрещал. Но здесь, я думаю, стоит сказать одну вещь. Хоть презираю себя, хоть не презираю себя за свои желания, хоть испытываю стыд за свои сексуальные желания и за любые желания, но они всё равно будут. Они всё равно будут. Нужно очень сильное желание поменять свою, например, половую ориентацию, да? Чтобы интересоваться, воспуждаться и хотеть других людей, ну, людей другого пола. Вот. Поэтому здесь я вам открою небольшой секрет. Презирать себя за свои желания и испытывать стыд за свои желания бесполезно. Вам будет гораздо легче, если вы рядом примете все свои желания, скажете себе, да, они у меня есть, скажете другому человеку, что да, я этого хочу, можете мне дать, нет, пока, всё. Или, как я уже говорил, в контексте вашей подруги. То есть здесь, опять же, вы тратите свою энергию по сути в пустоту. Но делаете это вы по научению от своих родительских или других значимых фигур. Они запрещали вам чего-то хотеть, они запрещали вам ваше желание, они делали это для своей выгоды и вы по привычке делаете это точно. Только вы от этого никакой выгоды не получаете. Возможно, что вы испытывали, ну, вы получали какое-то наказание за проявление своих желаний. Но сейчас вы очень взрослые и наказание вы получать вряд ли будете. Это нужно осознать, увидеть, почувствовать. Дальше. Так, значит, ну не чувствую, что могу контролировать ситуацию. Вот это немножечко бессвязно. Да? То есть, презираю себя за то, что хочу быть человеком. Не чувствую, что могу контролировать ситуацию. Зачем контролировать? Можете ли вы её контролировать? Есть ли у вас средства для того, чтобы её контролировать? В какой стати вы вообще должны контролировать ситуацию? Загадка. Так, жду какой-нибудь помощи из неё. Это прикладывание ответственности и интенсивность. То есть вместо того, чтобы что-то сделать самостоятельно, вы ждёте помощи из неё. Рациональное описание ситуации для самоуспековения. Это рационализация. Уход, рационализация, не принятие себя и своих желаний. И ещё только одно решение, которое, возможно, в сути, по всему самое правильное. Так вот, чтобы закончить отношения, я никогда не дам себе этой команде. Почему? Почему? Чем вам выгодны эти отношения? Что вы от них получаете? В чём заключается противоречие? То есть, если вы понимаете, что это самое правильное решение, то правильное оно в чём, для чего, что оно даст, и почему вы никогда не дадите себе этой команде. Это противоречие нужно разрешить. Как я уже сказал, для решения проблемы отношения совершенно не обязательно заканчивают. Тем более, что ваша подруга вроде человек адекватный и всё понимает. Я безумно люблю число человека. Точнее, у меня невыносимо сильная зависимость от человека. А значит, желание. Это значит, что на протяжении всей своей жизни вы были ориентированы на других, а не были не на себя. Это значит, что на протяжении всей своей жизни вы запрещали себе проявлять чувства, проявлять активность, проявлять эмоции, вообще что-либо проявлять. Вот этому и нужно учиться, чтобы не было зависимости. Потому что через другого человека вы делаете, в принципе, то же самое, но только вот так болезненно и, по сути, как наркоман или алкоголик. Мне в какой-то момент начинает нравиться чувство этой безответной любви и беспомощности, я им упиваюсь. Правильно? Потому что это некое постоянство, это некая стабильность. И вы знаете, что это будет дальше. Это единственное, что вы знаете. И вряд ли вы считаете себя достойной чего-то большего. И, кстати, именно это удерживает вас в этом состоянии. Вы получаете от этого выгоду. Но только нужно определить, чем нравится это чувство. Но главное, я никогда не встречал ещё такого же идеального человека, который очень умный, только чувствующего, действующего в ситуациях безупречно, по жизни безупречно. Надо сказать, что немного странно вы излагаете свои мысли. Вот. И надо сказать, что этот человек, кем бы он ни был, да, я уже не уверен в том, что это ваша подруга, но давайте пока будем думать, что это ваша подруга. Это не так. Это неправда. Деидеализация это тоже одна из форм психологической защиты. Вот. И то, что нужно это деидеализировать. То есть не искать недостатка, а именно деидеализировать. То есть увидеть, что человек не безупречен. И, скорее всего, вы не захотите этого признавать того, что он не безупречен, но это уже будет ваше желание. И оттуда вопрос. А почему же вы так хотите видеть этого человека безупречно? Может быть потому, что все остальное не безупречно? Может быть потому, что вы себя считаете не безупречен? Может быть потому, что вы обесцениваете себя, и это такая форма переноса нарциссического вектора? Да. Да. Дальше. Идем. Признаюсь во всех, значит, чувствах подруги, для чего, с какой целью, с чего ожидали, на что рассчитывали. Ну, без фраз, что иногда представляю более тесные отношения и допускаю их. Ну, если вы еще признались, то надо было представиться во всем, а то получается опять же какая-то неискренность и противоречие. И о моем спасении мы решили ничего не менять в отношениях. Я уверен, что это не вы решили, а она. То есть вы сами ничего не решали. Вы говорите о моем спасении, значит опять же вы жертву, и вы находитесь в треугольнике Карпмана. Так, а я веду себя прилично, не распиская руки. Ну, это некие такие условия. Здесь, я думаю, и кроется в первый момент, что подруги вы скорее всего не чего-то нужны. Либо она не видит того, что с вами происходит. Потому что любой человек, который действительно дрожит, он понимает, что вы будете страдать, и он никогда бы общаться с вами не стал. Потому что для вас правильнее всего отношения с подругой завершить. Только завершив полностью и исключив ее из своего общения, вы сможете пойти наконец дальше. Да, будет это тяжело, да, будет это больно, но с поддержкой психолога, например, вы сможете это сделать. А подруга ваша поступила совсем иначе. Что говорит о том, что не докаиваясь, она и безупречна. Это вот вам первый звоночек. Не знаю, насколько вы готовы это воспринимать. Так, значит, дальше идем. Понимаешь, что настоящие отношения невозможные, почему? Ну и понимаешь, что они выглядят очень реальными, и я могу представить себе всю жизнь с этим человеком. Нет. Если вы можете представить себе ощущение с этим человеком, это совсем не значит, что эти отношения реальны. А это значит, скорее то, что вы избегаете фантазии. Избегаете фантазии, опять же, от реального мира. И в частности, от себя. Такая психологическая защита тоже известна, ее тоже нужно отслеживать и тоже скорректировать. Значит, вы можете представить себе жизнь с этим человеком. Восьмой. Восьмой. Но еще раз повторю, реального человека вы не видите. Вы видите идеального безупречного человека, а люди не такие. Поэтому понимаю, что хочу любви нормальной мужской, семью и детей. Зачем? Аноним. Зачем вам это? Для чего вы хотите любви мужской, семью, детей? Зачем? Подумайте, какие желания за этим стоят? Нельзя хотеть семью, не имея реального партнера. Нельзя хотеть детей, не имея реального партнера. Нельзя хотеть мужской любви, не имея реального партнера. Если вы этого хотите, значит у вас уже образуется определенный идеализированный образ, под который вы пытаетесь подогнать всех остальных, у вас не получается, и из-за этого вы постоянно страдаете. Почему я влюбилась в девочку? Потому что так бывает и это нормально. Знакомилась с ней очень давно, всегда ее мнение было для меня очень важным, но тут на досуге я собрал все факты, которые говорят, наверное, все-таки любовь. А большой роман духов. Так. То, что вы описываете далее, это не любовь, не любовь. Это влюбленность, страсть, это не любовь. А вот то, что мнение ее для вас важно, это нужно анализировать. Чем оно важно? Очень часто можно наблюдать явление переноса, когда человек переносит образ какой-то, например, образ родителя, скажем, образ какой-то фигуры на реального человека. И в итоге относится к этой фигуре, к человеку, как будто это тот образ, кого он перенес. Мне кажется, мне кажется, с учетом того, что вы написали, у вас именно тот случай. Нужно определить образ, кого вы перенесли на подругу, отделить образ и подругу, и увидеть реального человека. Вы увидите, что, скорее всего, и образ человека, которого вы перенесли, является не идеальным. И сама подруга тоже является не идеальным. А ее мнение, хоть оно и важно, все же станет менее важным. Что нормально. Потому что сейчас вы откровенно смотрите на нее снизу вверх. Если только вы не используете привычную модель поведения для того, чтобы таким образом завоевать внимание другого человека. Внимание может вы завоеваете, а вот уважения нет. Кстати, без уважения внимание всегда конечное. Дальше. Больше всего пугают, что могу представить сценой личного характера. И это вызывает эмоции, а в случайных прикосновениях начинаются мурашки. А какие эмоции вызывают, и почему пугают, что эмоции представят сценой личного характера. Что плохого-то в этом. Ну и последнее, что хочется вам сказать. Последнее. Это вопрос о помощи. Какой именно, как вы хотите, чтобы мы вам помогли? Если зависимость очень сильная, вплоть до истерик, слез, психозы, острых неврозов, то вам, конечно, нужно в больницу. Вам нужна больница, вам нужна госпитализация, вам нужны определенные препараты и психотерапия. Если все, в принципе, приделать нормы, то консультация с психологом и работа в нескольких направлениях, в частности, те, которые я назвал. В какой помощи вы хотите, я не знаю, но решать вам. Начните свой выбор, начните свою новую жизнь, свой новый путь в формировании запроса, что вы хотите поменять в этой ситуации. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...